Первые цветы все отвалились, завязи не было. Ну вот, посмотрим, что сейчас будет. Здесь вообще не цветут, только-только цветочные. Ну вот здесь распустился. Сейчас вниз высветлю все. Играет музыка. Делаю это все до обеда, чтобы подсохло. Так вот, здесь тоже все высветлим. Играет музыка. Играет музыка. Как помидорчиков. Чтобы пасынков не было. Раньше я баклажаны садила все время в теплицу. Но так как в теплице места нет, я посадила в парник. Ну а в парнике ночи тут были холодные. Когда гроза была, все цветки подваливались. Короче. Ну ладно, пусть так будет. Так. Зацвела кукуруза. Какие у них тут бородки. Бородки, бородки. Вот эти у них грузные рыльца, у них лекарственные. Такой декоративный лук у меня распустился. Раньше у меня была целая коллекция этих декоративных луков. А теперь всего лишь два вида осталось. И то один сейкот не зацвел после прошлогоднего лета. Цветочная почка не завязалась. Ну а этот вот такой вот шарик. Такой лук декоративный. Высотой где-то 40 сантиметров. С ног полила. Но пока больше уже не буду подкармливать. Пропалю. Вся жара невозможная, вечером надо будет прополкой заниматься. Вот уже выпрямляются стебелечки, цветочные эти почки. Можно скоро будет уже их чеснок выкапывать. Тут у меня зимый, а тут яровой. Вот отвечаю на вопрос, как я определяю клубнику, возраст клубники, кустов. Вот так как объясняют тут в книге. Но я в принципе тоже сама так же. Вот стебли земляники, многолетние укороченные побеги, рожки. Длиной не более 15 сантиметров. Из нижней части рожка развиваются новые рожки. Число боковых ответвлений возрастает с годами. Если розетка в момент укоренения имеет только один рожок, к осени молодое растение может иметь уже 2-3 рожка. Двухлетнее растение 5-9 рожков. Трехлетнее 8-16. У 5-6 летних растений 25-40 рожков должно быть. Это представляете, какой куст должен быть на самом деле клубники осиной. В нем 25-40 рожков быть. У меня самое большое, самое большое в кусту, вот куст. Вот эти вот кусты им по 5 лет, 5-6 лет. Сколько там рожков? Ну, раз, два, три, четыре. Ну штук 8. Вот у нас на севере совсем развитие по-другому развиваются растения. Потом, значит, у них как получается? После 6-летнего возраста куст начинается разваливаться. Разваливаться это как называю? Значит, серединный рожок, который был первого года, он погибает. А вот эти рожки, которые по бокам, они укореняются и куст как бы увеличивается в размере. Центральный. Погибает корень. А боковые укореняются рожки, они становятся отдельными кустами и получается большой куст. И потому я, честно говорю, пересадкой клубники не занимаюсь. Я только отсаживаю кусты молодые, которые усы не погибают. У нас кусты долго не живут клубники, они сами по себе просто отмирают. И у меня нет надобности их выкапывать или что-то делать. А куст, который вот я ус загибаю, под куст подсаживаю, если мамка погибает, то вот этот вот куст, подсаженный ус, он на место ее растет. Единственное, что я делаю, под кормки и подсыпаю землю, потому что когда сильные морозы, а снегу мало, эти розетки начинают выпирать из земли. Вдавливает, ну, оголяются, короче, их. И потому я осенью стараюсь по мере возможности подсыпать землю, торф, песок. В общем, что есть в наличии, то и подсыпаю. И никогда не обрезаю листья осенью, потому что эти листья укрывают корни, утепляют. И в то же время это получается даже подкормка. Если листья здоровые, пусть они и объеденные насекомыми, но они здоровые, на них нет заболевания, я считаю, их нет смысла обрезать. Это та же подкормка, те же микроэлементы будут. Вот так я вхожу из положения, когда надо колючие кусты рвать, обрезать их. Вот одну верхоньку беру. Я как левша, так на левую руку делаю. Одну на правой стороне, другую на левую выворачиваю. Друг друга вставляю. И получается толстая рукавица, через которую крыжовник, барбарис и все колючие кусты, малина. Очень хорошо выдергивать. Таким образом. Малышка плотается. Поехали. Малышка плотается. морковица мягкие удобно на и руку не обжигает перчатки у меня обычно все запястье вечно обожжено а так удобно хорошо тыква у меня сегат не получается завязи нет которые бы росли вот такие вот они все отваливаются не оплодотворяется тыква у меня сегат не знаю в чем причина но факт остается фактом не хочет она сегат расти вот все плечи и оборвала на них ни одной завязи нету все я оборвала это все отвалится это все пустоцветы 2 августа созревает семена укропа созревают вот несколько корзинок уже вызрели сегодня их обрежу вот это вот сортность конечно у них не сохранится потому что перекрестные опыляемые и неизвестно что здесь у нас будет намешано но свои семена при хранении в холодильнике не теряя скорости три года на четвертый год они уже плохо всходят вот такие дела по моему тут очень много да пустоцветов вот эти вот темненькие это вот настоящие будут семена остальное половина пустоцветов будет вот эти вот хорошо завязались темненькие а вот эти вот светлые похоже в них пустоцветы очень много пустых семян здесь вот есть вызревают ну ладно вот этот корзинка полностью вызрела сейчас я ее срежу чтобы она не осыпалась а вот эти еще не вызрели да они еще зеленые будут зреть вот я их срезала вот эти два конечно не дозревшие у них и стебельки зеленые а вот этот уже вызрел у него стебелек коричневый он уже начал подсыхать ну ладно посмотрим как потом сойти будет сейчас я и сушиться положу чтобы высушить а потом обмолоть обмолотом займусь обмолочу их и положу бумажный пакетик и в холодильник и